Суд в Лондоне завершает рассмотрение дела основателя Викиликс Джулиана Ассанджа. Экстрадируют ли активистов США, где ему грозит более ста лет тюрьмы? Борис Надеждин против Центра избиркома России. В Верховном суде страны политик пытается оспорить недопуск до президентских выборов. Забастовка в Мадриде и марш на Дели. Протесты фермеров разгораются с новой силой. Почему властям разных стран до сих пор не удалось успокоить аграриев? В Пакистане новый виток политического кризиса. Ведущие партии создают правительственную коалицию, оппозиция заявляет о фальсификации недавних выборов. Американского видеоблогера приговорили к четырем тюремным срокам за издевательство над собственными детьми. Спорные методы воспитания она годами транслировала на свою двухмиллионную аудиторию. Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит RTVI. В эфире «Большой Ньюсток». Я его ведущая Лиза Паршина. В ближайший час вы проведете со мной и моими коллегами расскажем о главных событиях этой среды. У Британии завершилось рассмотрение дела основателя Викиликс Джулиана Ассанджа. Все внимание приковано к Высокому суду Лондона, где защита журналиста пыталась оспорить его экстрадицию в США. Там Ассанджу может грозить 175 лет тюрьмы из-за 17 обвинений в шпионаже. Удалось ли адвокатам настоять на своем, пока не ясно. Вердикт суда огласят позже. За развитием событий следила моя коллега Татьяна Бур. Второй день подряд Высокий суд Лондона в осаде. Сторонники основателя главного сайта утечек Викиликс ждут решения об экстрадиции Джулиана Ассанджа в США. Там ему грозит 175 лет тюрьмы. Это его последний шанс оспорить выдачу американским властям. Немного неловко наблюдать за прокурорами, которые называют черное белым, а белое черным. Говорят, что Челси Мэнинг не разоблачитель, а Джулиан Ассандж не журналист. Они просто позорят этот суд и британскую систему правосудия. Митинги проходят в Австралии, Германии и в США. Сторонники основателя Викиликс утверждают, что он стал первым журналистом, которого преследуют по закону о шпионаже от 1917 года. Раньше он применялся только госслужащим. Например, сотруднику Пентагона Дэниелу Элсбергу, который в 1971-м передал журналистам секретные документы о войне во Вьетнаме. Пентагонское досье привело к решению Верховного суда о свободе прессы и стало катализатором Уотергейтского скандала. Защитники считают, что выдача Ассанджа криминализует журналистские расследования. Вчера адвокаты Джулиана Ассанджа представили его дело. И сегодня американские юристы ответят. Судьи примут решение в конце дня. Мы не знаем, каков будет результат. На самом деле мы даже не знаем, будет ли вердикт сегодня. Самого основателя Викиликс в судении было ни вчера, ни сегодня. По словам адвокатов, 52-летний разоблачитель спецслужб очень нездоров в тюрьме строгого режима Белмар. Там он находится почти пять лет. С момента выдворения из посольства Эквадора, где он провел семь лет, скрываясь от экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Обвинители говорят, что дело Ассанджа не политическое, что Ассандж помогал Челси Меннинг красть информацию вооруженных сил США, он помогал взломать компьютер. И еще они заявили, что опубликованные данные не были слиты, а были украдены. А люди, чьи имена были названы в документах, подверглись опасности. Многие из них потеряли работу, исчезли и были арестованы. Охота за Ассанджем началась в 2010 году, сразу после того, как он сбросил на мир свою информационную бомбу. Викиликс опубликовал примерно 750 тысяч военных и дипломатических документов США о войнах в Ираке и Афганистане, начиная с 2004 года. Это крупнейшая в истории Америки утечка секретных материалов. Среди слитых файлов было, например, это видео 2007 года. Экипаж американского вертолета «Апач» расстреливает группу безоружных людей в Багдаде. Среди 12 убитых – два журналиста агентства «Рейтер», чьи камеры военные приняли за оружие. Публикации привели американское военное руководство в бешенство. Там заявили, что Ассандж подверг опасности солдат армии США, сотрудников спецслужб и тех, кто им помогал. В этих документах тысячи иракских имен. Более трехсот из них, по нашему мнению, особенно уязвимы для ответных атак. Мы передали эту информацию силам США в Ираке, и они сейчас в процессе работы с этими лицами, чтобы попытаться защитить их в случае разоблачения. Мы должны самым четким образом осудить разглашение любой секретной информации отдельными лицами и организациями, которая подвергает риску жизни военнослужащих США и их партнеров, а также гражданских лиц. Сторонники Ассанджа, напротив, считают, что его работа помогает пролить свет на злоупотребление военных и незаконные действия Вашингтона. Правда, первая жертва войны. Первой жертвой праведного гнева американских властей стал Брэдли Мэнинг, аналитик Вооруженных сил США. Именно от него Ассандж и получил сотни тысяч документов. В 2013 году военный трибунал признал его виновным в шпионаже и приговорил к 35 годам тюрьмы. Это самое суровое в истории США наказание за слив секретных данных. Брэдли, мы с вами! Ты — херро! Через пять лет и за три дня до инаугурации Дональда Трампа тогда еще президент США Барак Обама смягчил наказание. Мэнинг вышел на свободу другим человеком — женщиной по имени Челси. Впрочем, ненадолго в 2019-м она вновь оказалась за решеткой из-за отказа давать показания по делу о роли Викиликс в президентской кампании в США в 2016 году. Среди прочего, ресурс слил личные письма Хиллари Клинтон и внутреннюю переписку Демократической партии. Я не буду сотрудничать ни с этим, ни с любым другим большим жюри. Перспектива снова оказаться в тюрьме не меняет моей позиции. Поступиться своими принципами, которыми я дорожу, это гораздо худшая тюрьма, чем та, что когда-либо могло создать правительство. Той же весной 2019 года президент Эквадора Ленин Морено лишил журналиста убежища в своем посольстве, обвинив в нарушении международных конвенций и попытках превратить дипмиссию в центр шпионажа. Но есть и неофициальная версия, по которой за ободворение Массанджа в тюрьму стоит раскрытый Викиликс коррупционный скандал, связанный с братом эквадорского лидера. С тех пор журналиста пытаются получить США. Они отдают Джулиана в руки страны и людей, которые замышляли его убийство. Джулиан очень благодарен прессе и обществу за поддержку. Джулиан политический заключенный, и он должен быть освобожден. Еще один беглый разоблачитель американских спецслужб, ныне гражданин России Эдвард Сноуден, назвал решение по Ассанджу самым важным кейсом о свободе прессы в мире. В случае, если сегодня будет принято решение о выдаче основателя Викиликс США, юристы оспорят его в Европейском суде по правам человека. Но у них будет всего 28 дней. Это срок, в течение которого экстрадиция должна состояться. Татьяна Бур, Антон Цыпин, РТВА. Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, который обвинил президента Байдена и его сына Хантера во взяточничестве, получал данные от российских спецслужб. Об этом на суде в Неваде заявил сам Смирнов, пишет газета Нью-Йорк Таймс. Прокуроры также утверждают, что именно лица, связанные с российской разведкой, были причастны к передаче ложной информации о Байденах. В итоге суд в Лас-Фегасе освободил информатора из-под стражи, но обязал его сдать паспорт и надеть отслеживающее устройство. Смирнова, напомню, сдержали на прошлой неделе. Он был ключевым свидетелем в деле Байдена-младшего. В частности, информатор заявлял, что в 2015 году Хантер и его отец получили по 5 миллионов долларов от украинской газовой компании «Буризма». В обмен на это Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента, якобы защищал фирму. На фоне обвинения конгрессмены-республиканцы даже начали парламентское расследование, пытаясь таким образом добиться импичмента президента. Прокуратура же сочла все показания Смирнова ложными. А вот прокуратура штата Миссурия предъявила уголовное обвинение двум мужчинам, открывшим огонь на праздничном параде в Канзас-Сити. Один человек тогда погиб, 22 получили ранения. Линдала Мейса и Доминика Миллера будут судить за непредумышленное убийство и незаконное применение огнестрельного оружия. Обоим грозит вплоть до пожизненного. В прокуратуре уточнили, что поводом для стрельбы стала ссора между двумя компаниями молодых людей, пришедших на праздник. У нас есть доказательства того, что обвиняемый Мейс спорил с другим человеком. Насколько нам известно, они не были знакомы до этого. Не было никакой связи между этими двумя. Однако конфликт быстро обострился. И Мейс вытащил огнестрельное оружие, пистолет. Мейс был первым, кто сделал это. Почти сразу же после этого оружие достали и другие участники конфликта. Обоим нападавшим в результате понадобилась медицинская помощь. Сперва их госпитализировали, а затем отправили под стражу. На прошлой неделе, отмечу, полиция также арестовала еще двоих человек, подозреваемых в беспорядках на празднестве. Речь идет о двух подростках. Их обвиняют в незаконном хранении оружия и сопротивлении аресту. К смертельной перестрелке они отношения не имеют, отметила прокурор. 14 февраля в центре Канзас-Сити проходил масштабный парад в честь победы местной футбольной команды Канзас-Сити Чифс на Супербоуле. В гуляниях участвовали сотни тысяч человек, включая самих спортсменов и высокопоставленных чиновников. Израильский КНЕС от большинства голосов поддержал декларацию премьер-министра Беньямина Нитаньягу против одностороннего признания палестинского государства. Такое единство продемонстрировано впервые за довольно длительное время и призвано, по мнению Иерусалима, поставить точку на проектах ЕС, США и ООН. При этом в формулировках, за которые голосовали депутаты парламента, не отрицается возможность палестинской независимости. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Борис, приветствую тебя. Что, собственно, стало сенсацией? Сам факт голосования или практически единогласное решение по поводу проектов об одностороннем провозглашении палестинской государственности? Лиза, привет. Ну, скорее всего, все-таки вот это дружное голосование депутатов. 90 проголосовали, 99 проголосовали за предложение Нитаньягу и за его формулировки кабинета и, соответственно, коалиции. 9 проголосовали против, 12 вообще на голосование не пришли. Это представители левых партий, арабских и партии Авада. Ну, а сама постановка вопроса с точки зрения израильского правительства, с точки зрения израильского КНЕСТа, вполне себе легитимна. Одностороннее признание палестинского государства не является выходом из ситуации, а скорее заведет эту ситуацию в тупик. Ну, а сам премьер-министр, комментируя сегодняшнее голосование в парламенте, сказал, что вот оно, единство народа. Вот слова Бенимина Нитаньягу. Народ Израиля и его избранные представители сегодня едины, как никогда раньше. КНЕСТ, подавляющим большинством голосов, проголосовал против любой попытки в одностороннем порядке навязать Израилю палестинское государство. Такая попытка только поставить под угрозу Израиль и помешает подлинному миру, к которому мы все стремимся. Мир может быть достигнут только после того, как мы добьемся полной победы над Хамасом и посредством прямых переговоров между сторонами после прямых переговоров без предварительных условий. То есть, в общем, в этой формулировке все понятно с точки зрения того, как Израиль как государство относится к идее палестинской независимости. Никто не против, но только прямые переговоры без предварительных условий и без учета интересов террористической группировки Хамас. Собственно, с точки зрения Израиля признание палестинской государственности в одностороннем порядке Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций это не что иное, как проигрыш в войне и выигрыш террористов из Хамаса. Ну и, конечно же, дорогого стоило наблюдать, как сегодня проголосовала оппозиция. Лидер оппозиционного блока Яир Лапид встретился с Бенемином Нетанягу после голосования. Он сказал, что, конечно же, оппозиция поддерживает подобные формулировки. Тем не менее, напомню, что существует достаточно большое количество разногласий и в том числе по подходу того, как должна выглядеть региональная ситуация после завершения войны. Собственно, это одна из претензий оппозиции к коалиции и лично премьер-министру сформулировать то, что должно произойти после завершения боевых действий. Впрочем, в завершение боевых действий в самое ближайшее время практически, наверное, не верит никто. Но голосование, безусловно, показательное и говорит о том, что существует некий большой общенациональный консенсус по вот этому конкретному вопросу. Лиза? Борис, параллельно ведь идут переговоры в Египте. Сегодня туда отправилась израильская делегация. Появился шанс договориться или сработало давление Вашингтона, который настаивает на участии представителей Израиля в этой встрече? В Вашингтоне очень активно общались с Нетанягу в течение последних нескольких недель. И в первую очередь потому, что на прошлой неделе переговоры в Египте закончились полным провалом. Сегодня идет некий очередной новый раунд. Мы вчера говорили о том, что во время нашего прямого включения как раз шло заседание узкого военно-политического кабинета в правительственном комплексе в Тель-Авиве. Параллельно там же шла демонстрация родственников похищенных израильтян, которые требовали отправить туда делегацию. Так что непонятно на самом деле, что произвело впечатление на израильских политиков. Возможно, даже вот эта сегодняшняя акция протеста, перформанс, которую устроили опять же семьи похищенных израильтян прямо в центре города. Это вот как раз такой мост, который соединяет большой торговый комплекс Азриэли с правительственным комплексом. Туда вышли люди, представляющие семьи похищенных израильтян. Они требуют подписания каких-то соглашений вообще без всяких условий. Они находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. Но, скорее всего, все-таки на Иерусалим повлияло и давление Вашингтона. Чем закончатся сегодняшние переговоры, не знает никто. Катар уже прокомментировал, что, в общем-то, есть определенная какая-то позитивная нотка в том, что происходит. Но, тем не менее, даже на фоне вчерашнего голосования в Совете Безопасности ООН, ООН, где Соединенные Штаты наложили вето на очередную антиизраильскую резолюцию, как раз из-за того, что не учитан вот этот гуманитарно-израильский аспект освобождения заложников, а не только прекращение огня, говорит о том, что, ну, больших шансов на успех пока, к сожалению, нет. Чем закончится египетский раунд сегодня, пока не знает никто. Но, возможно, в общем-то, даже какие-то сюрпризы. Тем не менее, пока по официальной или, скажем, неофициальной информации, но и из правительственных источников, никаких шансов на быстрое подписание соглашения, быстрое прекращение огня, обмен заложников, к сожалению, нет. Но стоит подождать. Возможно, завтра появятся какие-то новости по этому поводу. Лиза? Да, Борис, будем следить. Спасибо тебе. Ближневосточный корреспондент РТВА и Борис Штерн был с нами на прямой связи из Израиля. Информация об ударе по российскому полигону под Волновахой в Донецкой области недостоверна и сильно преувеличена, заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Ранее русская служба BBC утверждала, что во время атаки ВСУ погибли десятки человек. Осипов, в свою очередь, заверил родственникам военнослужащих, что никто не останется без помощи. А достоверную информацию пообещал рассказать каждой семье отдельно. По данным BBC, напомню, полигон якобы попал под обстрел еще накануне. И в этот момент, как пишет издание, там как раз находились бойцы 36-й мотострелковой бригады, которая базируется в Забайкальском крае. Минобороны России эту информацию пока не комментировали. Страны Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. Об этом сообщило представительство Бельгии в Совете ЕС. В сообщении говорится, что этот пакет обещает быть одним из самых широких. Его содержимое при этом не раскрывается. Известно лишь, что новые антироссийские меры, вероятнее всего, одобрят 24 февраля, в годовщину начала боевых действий. Сегодня же воздушная тревога звучала в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Данных о погибших нет. Все подробности в материале РТВА из Киева. Мы сидели в зале и смотрели кино. В спальне детская, волной было так, везде все целое. В спальне только все перевернутое, и вывезло окно. Семь человек получили ранения в Херсоне. Военная администрация сообщает о 47 обстрелах региона за прошедшие сутки. Десятки домов разрушены в частном секторе на юго-западе города. Сейчас он один из самых густонаселенных. Здесь размещали пострадавших после подрыва Каховской ГЭС. У меня во дворе, вот я внизу, третий дом от Ула, то у меня там вот такие оскольки, такие, такие. А это моя сестра тут, она выехала, а я же впустила сюда с подтопленников с острова. О, и прилетов я насчитала или 18, или 19 вообще-то. Пошлите в хату, смотрите. Окна, чердака нет полностью. В зоне боевых действий 66 боестолкновений за прошедшие сутки. Украинский генштаб сообщает о 125 авиаударах по позициям ВСУ в Донецкой области. Минобороны России в своей сводке заявила о продолжении наступления в районе Авдеевки и продвижении вглубь украинской обороны. Официальный Киев утверждает, что ситуация на поле боя в районе этого пригорода Донецка не изменилась. Линия фронта стабилизировалась. Сейчас уже на новых рубежах парни дают отпор врагу. Интенсивность его действий несколько упала, но он пытается продолжать идти вперёд. Уже нет такого, как было в Адовые дни и неделю в Авдеевке, когда отовсюду летело под сотню авиабомб в день. Интенсивность работы пехоты и авиации снизилась. Российские паблики со вчерашнего вечера пишут о захвате села Победа на Марьинском направлении, то есть к юго-западу от Донецка. Там находится крупный укрепрайон ВСУ. Украина этого не подтверждала, но отдельные украинские паблики отмечали продвижение россиян в Победе. Захват населённого пункта может создать угрозу для позиции ВСУ в Новомихайловке на юге области, куда также вошли войска России. Манипуляции и фальсификации силы обороны Юга назвали слова министра обороны России Сергея Шойгу о захвате села Крынки на левобережной части Херсонской области. Накануне российские морские пехотинцы показали, как разворачивают флаг в одном из районов населённого пункта. Официально заявляем, Крынки наши, разваленные противника, удовлетворены. Кадры со своей стороны показали силы обороны в Крынках, которые называют украинским плацдармом на неподконтрольной части Херсонской области. ВСУ утверждают, что не потеряли ни одну из позиций, а российский флаг подорвали дроном. Грузоперевозки остановились на всей польско-украинской границе. Польские фермеры усилили блокирование автомобильных и железнодорожных переходов. Накануне вспыхнул скандал. Один из участников протеста вывесил плакат с призывом к Владимиру Путину разобраться с Украиной. У трактора он водрузил советский флаг. МВД Польши сообщило о задержании фермера. Президент Зеленский днём провёл совещание по блокировке на польской границе. Пообещал решение в ближайшее время. Что вам мешает наше зерно? Если вам мешает наше зерно, перекройте выезд из Украины. Но выпустите людей из Польши домой. Они этого не делают. Перекрыли въезд на границу. Держат нас в заложниках. Хотя мы больше половины везём их товаров. Первые истребители F-16 появятся на украинских аэродромах в июне, пишет Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников. Ранние воздушные силы Украины анонсировали в первом квартале года, то есть в начале весны. Украинские пилоты закончат обучение в США в июне-июле. Лётчики, которые осваивают истребители в Румынии и странах Северной Европы, по данным ВВС Украины, весной. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Центробанк России отозвал лицензию у Киеви банка. Регулятор заявил, что компания нарушила законы о запрете отмывания денег и финансирования терроризма, а также о нарушении банковской деятельности. В Центробанке отметили, что Киеви проводил операции с высоким риском. По величине активов банк находился на 89-м месте. Вскоре после решения регулятора пропала возможность пополнить электронный кошелёк в платёжной системе Киеви. Возникли проблемы и с сервисом перевода в контакт. Закрылись также офисы Киеви в российских городах. В разговоре с РТВА и доцент финансового университета Сергей Суверов ответил, что это решение не стало неожиданностью. Он также рассказал, какое будущее может быть у российской и зарубежной частей Киеви. Компания, напомню, разделилась в начале этого года. Претензии Центробанка и Киеви Банка были уже достаточно давно. И многие на рынке ждали, что ещё в прошлом году будет отожжена лицензия. Это связано с рядом операций, которые были недопустимы для регулятора. В частности считалось, что Киеви Банк был связан с ценевым сектором экономики, с букмекерами. И через него происходило наличие денежных средств. На всех случаях есть такие претензии Центробанка. Я не думаю, что это какое-то масштабное влияние на российских клиентов. Это всё-таки была нишевая деятельность. Она была связана в основном с ценовым букмекерских операций и с разного рода переводами. Но я думаю, что зарубежная часть будет, естественно, развивать свои проекты, связанные с зарубежными операциями, в том числе и бизнес по переводам. Но что касается российской части, то я думаю, что достаточно большой ущерб нанесён бизнесу Киеви, который сложно представить без банка, без расчётной инфраструктуры. Но я думаю, пока ещё рано говорить о полном крахе российского бизнеса Киеви. Возможно, он сильно пострадает, но всё-таки сохранится в том виде. А в зарубежном контуре я думаю, что технологии, которые используются в российской части, они будут имплементированы в зарубежных операциях. Но это уже будет бизнес не для российских клиентов больше всего. Но что касается банковского бизнеса Киеви, то я не думаю, что он подлежит какой-то реставрации или восстановлению. Наверное, на отзыве рецензии можно поставить точку. Владельцы вкладов и даже электронных кошельков смогут подать заявление о выплате денег в агентство по страхованию вкладов. Компания, напомню, появилась в 2007 году. Её сервис Киеви-кошелёк был одной из самых популярных платёжных систем в России. Благодаря ему у россиян была возможность пополнять кошельки на криптобирже Binance, а также оплачивать недоступные зарубежные сервисы. Отмечу, что Центробанк не отзывал лицензию банков с августа 2022 года. У пакистанской оппозиции всё меньше шансов заполучить контроль над парламентом страны. Две ведущие политические силы — Мусульманская лига и Пакистанская народная партия — договорились о формировании коалиции. Теперь в сумме у них больше мест, чем у сторонников осуждённого Имрана Хана. Мириться с таким раскладом оппозиционеры не хотят. На их стороне и официальный совет адвокатов крупнейшей провинции Белуджистана. Они собираются оспорить результаты выборов. Мой коллега Дмитрий Лобанов продолжит. Противостояние действующих пакистанских властей и оппозиции по вопросу формирования нового правительства закончилось промежуточной победой первых. Две правящие партии смогли договориться о коалиции большинства для продвижения на ключевые посты своих кандидатов. Чтобы вывести Пакистан из кризиса, из раскола, который расползается по экономике нашего демократического общества, Пакистанская народная партия и Пакистанская мусульманская лига собираются сформировать новое правительство. Есть надежда, что Шахбас Шариф с Божьей помощью как можно скорее станет премьер-министром страны. Шахбас Шариф уже занимал кресло премьера последние два года. В коалицию также вошли партии поменьше. Кроме того, на пост президента Зардари предложил выдвинуть своего отца Асифа Али Зардари. Совместное заявление партии ставит в неудобное положение оппозицию в лице движения за справедливость, лидер которой бывший премьер-министр Имранхан в январе получил длительный тюремный срок. На прошедших парламентских выборах 8 февраля кандидаты от движения получили 93 мандата. Однако этого мало для формирования большинства. Ведь Народная партия и Мусульманская лига в сумме забрали себе 133 места. Сторонники Хана обвиняют власти в многочисленных нарушениях во время голосования. Процесс фальсификации, который был осуществлен против движения за справедливость, объявляется нами матерью всех фальсификаций, вместе с техническим способом, которым все это делалось. Я повторяю, мы считаем это матерью всех фальсификаций. Мы категорически отвергаем это. Как раз обвинения в фальсификациях спровоцировали акции протеста на юге страны. Из-за массовых волнений в некоторых регионах даже отключили интернет. Сторонники партии заявляют о несоответствии данных избирательной комиссии. Например, некоторые из политиков, изначально лидировавших в голосовании, после подсчета протоколов по форме 47 проигрывали провластным кандидатам. Я набрал около 54 тысяч голосов, а мой ближайший соперник получил только 17 тысяч голосов. Мы продолжим протестовать, а также обратимся в суд. Мы верим в судебную власть. Мы надеемся, что они объявят победителями тех кандидатов, за которых проголосовал народ. Это наше требование. На 29 февраля в Национальной ассамблее запланировано заседание по формированию коалиции и избранию нового премьер-министра. Некоторые из членов движения «За справедливость» пообещали не сдвинуться ни на дюйм, пока их, как они считают, украденные места не будут возвращены. Дмитрий Лобанов и Михаил Винокуров, RTVI. В Верховном суде России только что завершилось заседание по иску политика Бориса Надеждина к Центральной избирательной комиссии. Он пытался спорить отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Суд иск Надеждина отклонил. При этом самого политика на заседании не было. В Верховном суде сегодня весь день работает мой коллега Юрий Кукин. Юра, приветствую. Тебе слово. Лиза, приветствую. Действительно, заседание длилось целый день, к шести вечера, когда суд уже должен был прекратить работу. Сами судьи и стороны все еще продолжали рассматривать подписные листы, которые до этого ЦИК признал недействительными. Адвокаты Надеждина, представители Надеждина утверждали, что данные в этих листах достоверны и принадлежат настоящим людям. Однако к их аргументам Верховный суд в итоге не прислушался и только что огласил решение. Суд отказал Надеждину в иске против Центра избиркома. И, соответственно, Надеждин теперь не сможет участвовать в президентских выборах этого года. Ни одна из подписей, которые были представлены в поддержку движения Бориса Борисовича Надеждина, не была признана недостоверной. Каждая из этих подписей действительно была поставлена тем избирательным, который указан в подписном листе. На протяжении уже примерно 9 часов, без учета перерывов, мы обсуждаем технические нюансы, уходя от принципиально важного вопроса, было ли в действительности поддержано избирателем на подвижение кандидата. Я напомню, что в регистрации Борису Надеждину отказали еще 8 февраля. Тогда ЦИК признал недействительным 9 тысяч подписей, при норме в не больше 5 тысяч подписей. Всего же Надеждин предоставил Центру избиркому около 105 тысяч подписей. И вот сегодня как раз это решение политика пытался оспорить. На прошлой неделе здесь же, в Верховном суде, также рассматривались два иска Надеждина к Центру избиркому. Они касались характера самого сбора подписей. Это был процессуальный такой момент. Надеждин утверждал, что, собственно, по тем правилам, которые ЦИК сейчас установил, собрать подписи, действительно собирать подписи просто невозможно. Однако в обоих исках ему также отказали. Сегодняшний же процесс, по словам адвокатов, опять же касается формальных сторон. И, в принципе, никто не ставит под сомнение то, что собранные подписи были действительными. Но прения сторон адвокатов и адвокатов Надеждина и представителей ЦИК закончились вот буквально пару минут назад. Потом удалился судья в совещательную комнату и там уже вынес свой вердикт. Представители ЦИК говорили, что на самом деле сторона Надеждина немножечко лукавит и занимается крючкотворством, потому что, да, подписи мы, может быть, и предоставили и верные, но они были собраны или оформлены не в соответствии с законодательством. Ну, о чем, собственно, и говорила сторона Надеждина. Представители Надеждина попросили также выслушать 13 свидетелей из числа тех, чьи подписи ЦИК признал недействительными. Их показания журналистам снимать запретили, поскольку могли быть разглашены персональные данные этих самых людей. Ну, все говорили, в принципе, одно, что они действительно приходили на избирательные, точнее, в штабы Надеждина, чтобы поставить подписи, отстояли длинные очереди и, собственно, ручно вписывали свои данные в бланки. Но у ЦИКа были претензии именно к оформлению этих бланков. Например, расходились почерки в графе фамилии, имя, отчество и, например, дата заполнения. Сами же свидетели утверждали, что это было, возможно, одна из возможных причин, связанная с тем, что графу ФИО, то есть вот это фамилия, имя, отчество, они оформляли печатными буквами, а дату уже прописными. Именно поэтому была такая разница в оформлении. Ну, заслушал суд сегодня и свидетелей, представителей Центра избиркома. Ими стали два подчерковеда, которые проводили эту самую экспертизу. По их словам, глядя на некоторые бланки, невооруженным было взглядом видно, что подписи ставил один и тот же человек. Ну, адвокаты вот с этой идеей, с этой мыслью не согласились и говорили, что на их взгляд как раз-таки видно, что ставили подписи совершенно разные люди. Ну, а главной новостью стало даже не столько решение Верховного суда, которое, как и многие до этого были уже ожидаемым, сколько отсутствие самого Надеждина на заседание. Впрочем, сам Надеждин еще накануне в своем телеграм-канале объяснил, что он уехал из России на каникулы вместе с семьей в одну из азиатских стран. Ну, какую не уточнил. А почему адвокаты эту причину не указали, до сих пор не ясно. К журналистам они выйти не успели, потому что заседание закончилось буквально сейчас. Да и журналистов в здании суда, если честно, осталось не очень-то и много. Ну, и политик, политолог, точнее, Илья Гращенков связывает возможный отъезд Надеждина с его недавним постом в память об Алексее Навальном, который погиб 16 февраля. Давайте послушаем. Когда умер Алексей Навальный, Надежда написала, что он готов реализовывать те цели и задачи, которые были у Навального. И тем самым, с одной стороны, действительно сыграл такой реал-политик, но с другой стороны, конечно, это большая угроза сегодня для него, потому что этот реал-политик перестает быть таким безопасным, каким был раньше. Вот, поэтому, возможно, месяц или, там, какое время планирует Надеждин пробыть вне России, как раз должен показать, да, что дальше. Если все будет тихо и спокойно, то он, наверное, вполне может вернуться и дальше воспользоваться своим политическим капиталом, который заработал в ходе сбора подписей. Ну, как распоряжаться этим самым политическим капиталом? Надеждин уже не раз в ходе многочисленных интервью, в принципе, объяснял. Он говорил, что следующая кампания, на которую они нацелены вместе с партией «Гражданская инициатива», от которой он и пытался баллотироваться, это выборы в Госдуму 2026 года, а перед этим это региональные выборы в ЗАГС-собрании, например, Татарстана, или выборы в Мосгордуму, которые пройдут уже в этом году. Ну, какими будут действительно планы Надеждина, еще, я думаю, узнаем. Ну, и будем следить за его политическими успехами. Лиза. Спасибо, Юра. Корреспондент РТВА Юрий Кукин был на прямой связи со студией. В Мадриде сегодня проходит крупнейшая акция протеста фермеров. На улицах испанской столицы сотни тракторов и тысячи людей. Витингующие выступают против подорожания сырья и недобросовестной конкуренции. От властей они требуют, чтобы те защитили их бизнес от несопоставимой дешевой иностранной продукции. Конечная точка сбора – здание Министерства сельского хозяйства страны. Дороги по всей Испании аграрий блокируют уже несколько недель. Акции организуют профильные профсоюзы. На фоне этого официальный Мадрид пообещал выделить пострадавшим фермерам до 269 миллионов евро чрезвычайной помощи. Однако подобные уступки не помогли. Испанские аграрии по-прежнему требуют ослабления экологических правил Евросоюза и пересмотра общей аграрной политики ЕС. Не лучше, правда, обстановка и в Азии. Индийские фермеры сегодня вновь отправились маршем на Нью-Дели. Чтобы остановить их, индийская полиция использует слезоточивый газ. Аграрии в ответ атакуют силовиков камнями и палками. В то же время премьер-министр страны Нарендера Моди принимает в столицы заграничных гостей. И политике внешней, похоже, уделяет куда больше внимания, чем делам внутренним. Чего хотят сельхозработники в Индии и почему власти не могут им этого дать? Разбирался Алексей Казанников. Очередная попытка прорвать кордон из силовиков на границе между главными сельскохозяйственными штатами Индии Пинджаб и Харьяна. До Дели отсюда, из поселка Шамху, 200 километров. Но трассы уже вторую неделю перекрыты властями. Полицейские применяют слезоточивый газ. На этой трассе тысячи индийских фермеров разбили лагерь еще на прошлой неделе. Манифестантов тогда остановила полиция. Не без потерь ранения получили 26 правоохранителей. 60 фермеров пострадали. Тем не менее, индийское правительство сообщило, что якобы сумело договориться с крестьянскими профсоюзами и объединениями аграриев. Накануне выяснилось, что это не так. И теперь фермеры со всей страны подготовились к походу на Нью-Дели. Тракторы укрепляют листами железа и решетками. Судя по всему, готовятся к штурму заграждений полиции. Правительство должно убрать эти баррикады и дать нам разрешение двинуться в сторону Дели, чтобы организовать мирный протест. Перед заградительными кордонами сейчас не меньше 1200 тракторов и бульдозеров. По плану фермеров собрать со всей страны больше 100 тысяч человек и направиться в Дели. Индийские аграрии, очевидно, взявшие пример западных коллег, требуют введения минимальных цен сразу на 23 вида сельхозпродукции с гарантиями, подкрепленными законом. Зерно, кукуруза, хлопок, бобы. Еще одно требование – выход Индии из Всемирной торговой организации. Все это за какие-то два месяца до национальных выборов в стране. Мы ведь голосовали за избрание премьер-министра. Эта страна принадлежит всем, так же, как премьер-министр, он для всех. Моди должен выйти и разобраться с этой ситуацией. Он должен прислушаться и принять наши требования. Индийский премьер Нарендра Моди в своей победе в мае не сомневается по тому, пока принимать требования фермеров не спешит. Подобные выступления ему знакомы по 2020 и 2021. Аграрии протестовали целый год, пока Моди не удовлетворил все их требования. Время еще есть, поэтому в Дели премьер Индии сегодня принимает не фермеров, а греческого лидера. К масштабным манифестациям агрария в греки подключились накануне. У здания парламента в Афинах собрались сотни фермеров, недовольных возросшими расходами на сельскохозяйственную деятельность и конкуренцию со стороны импортной продукции. В отличие от поевских коллег, греки пока лишь аккуратно намекают на зерно из Киева. Мы должны иметь доступ к дешевым и здоровым продуктам. А сейчас мы не знаем, что едим, и это большая проблема. Они должны прекратить бесконтрольно разрешать иностранные продукты, потому что это ставит под угрозу наше здоровье и нашу безопасность. Греческий премьер Кириакас Мицатакис никаких мер поддержки пока не объявлял. С Норендрой Моди консультироваться, как успокоить протестующих фермеров, пока вроде как тоже не планирует. Для Греции стратегическое партнерство между нашими двумя странами имеет особое значение. И у нас будет возможность обсудить широкий круг тем, провести политические консультации, стратегическое партнерство, а также укрепить наши экономические связи между нашими двумя экономиками. В индийском правительстве пока также игнорируют те требования агрария, среди которых в том числе и обязательная пенсия для всех фермеров старше 60, как минимум на 10 тысяч рупий, то есть 120 долларов. Обязательное страхование урожая для снижения рисков. Власти же в ответ пока заявляют, что многие требования аграриев абсолютно неприемлемы и невыполнимы. Алексей Казариков, Антон Цыпин, RTVI. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял верительные грамоты от послов ряда иностранных государств. Среди них был и посол Гаяны Ричард Ван Вес Чарльз. Церемония прошла во дворце Мирафлорес в Каракасе. Мадуро заявил, что путь народа Венесуэлы – это искренний диалог, согласие и мир. Напомню, отношения двух стран оморчены пограничным кризисом. Венесуэла претендует на регион Эссекиба, который считает своей исконной землей. Он занимает примерно две трети территории Гаяны и очень богат нефтью. В конце 2023 года Венесуэла провела референдум и объявила Эссекиба своим 24 штатом. Однако де-факто территорию по-прежнему контролирует Гаяна. В декабре прошлого года Николас Мадуро и президент Гаяны Ирфаан Али провели переговоры. Стороны договорились воздерживаться от вооруженной эскалации и создать комиссию по урегулированию спора. В Бразилии стремительно растет число зараженных вирусом Денге. У заболевших от укуса комара долго держится температура, тошнота и ломит тело. Есть уже несколько летальных случаев. В Минздраве Бразилии ожидают, что ситуация в ближайшие месяцы только ухудшится. А вакцина, во-первых, только вышла, а во-вторых, ее не хватает. Подробности у Арсения Молчанова. Бразильский карнавал две недели назад напомнил начало 2020-го. Массовые гуляния во время пандемии. В стране сейчас национальное ЧП – лихорадка Денге. Ей с начала года заразились уже почти 700 тысяч человек. По сравнению с январем 2023-го число случаев выросло в шесть раз. В прошлую субботу у меня резко поднялась температура. Я почувствовал тошноту и недомогание. Я пошел на медицинское обследование, и результаты показали, что я заразился лихорадкой Денге. Первые симптомы лихорадки, которая передается от укусов комаров, похожи на грипп. Сильный жар, боль в голове, глазах и мышцах, усталость и тошнота. В тяжелой стадии без госпитализации не обойтись. Из носа идет кровь, крутит живот, сильная рвота, резко снижается давление. Появляются проблемы с сердцем, печенью и легкими. Спасением от беды власти назвали массовую вакцинацию. Но сразу столкнулись с очевидной проблемой – дефицитом вакцины. Препарат под брендом Q-Dengo производится японской фармацевтической фирмой Takeda. Объемов поставок не хватает. К концу января Япония доставила в Бразилию 750 тысяч доз. К концу года власти надеются охватить больше трех миллионов человек. Но нужно учитывать население. В Бразилии живет 203 миллиона. А вакцина только-только появилась на свет. Для ее тестирования набрали 20 тысяч добровольцев. Исследование возрастной группы от 18 до 40 лет поможет нам при принятии решения о расширении возрастной группы действующей программы вакцинации. А также поможет Всемирной организации здравоохранения с научными данными, которые будут получены здесь, в Бразилии. Они уже будут использоваться для принятия решений на глобальном уровне. Ареал заразных комаров – город и пригороды. Особенно там, где не спрятана канализация. Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – самые густонаселенные города Бразилии – приняли чрезвычайные меры. Но все сделано уже после карнавала, который по традиции привлекает миллионы туристов со всего мира. Медицинские власти США официально призвали воздержаться от поездок в Бразилию. В самой же Бразилии началось, как при ковиде, массовое тестирование. В настоящее время мы принимаем более 900 пациентов в день. Из них примерно у 110 человек проявляются симптомы, указывающие на лихорадку Денге. Это число значительно растет, как с точки зрения потенциально зараженных, так и с точки зрения симптоматических случаев. Проводится действительно очень важная работа. Эпидемиологи пока не дают повода для оптимизма. По крайней мере, до середины весны. Именно на апрель придется пик заражений. Арсений Молчанов, Антон Сухоруков, РТВАЙ Очередной российский регион разрешил усыплять бездомных животных. Соответствующий закон сегодня принял парламент Республики Тыва на юге страны. В документе говорится, что усыплять будут животных с устойчивым агрессивным поведением. Решение по каждому случаю будет выносить специальная комиссия. Кроме того, в регионе создадут пункты временного содержания, а также будут проводить профилактику инфекционных заболеваний. Власти заявили, что этим законом хотят обеспечить санитарно-эпидемиологические благополучия населения. В Магаданской области также разрешили автоназию животных без хозяев. Делать это будут в пунктах временного содержания. В то же время в Бурятии, где подобный закон действует еще с прошлого года, Верховный суд Республики временно запретил усыплять животных. Запрет будет действовать до решения Конституционного суда. Напомню, что в прошлом году федеральные власти разрешили регионам самим выбирать способы борьбы с бездомными животными. Законы, похожие на тот, что приняли в Тыве, уже действуют на Чукотке, в Забайкальском крае и Республике Алтай. До 30 лет тюрьмы за годы издевательства над собственными детьми. В американском штате Юта подошло к концу громкое разбирательство по делу Руби Франке, популярного видеоблогера и матери шестерых детей. С 2015 года она выкладывала на YouTube-влоги о том, как вести себя с детьми. Большинство советов были весьма жестокими и базировались на наказаниях, вплоть до голодания. Детали этой истории знает моя коллега Дарья Петрачкова. Красивая картинка для миллионов. Мать шестерых детей и блогер Руби Франке годами создавала образ счастливой семьи на просторах YouTube-а, регулярно выкладывала в сеть фотографии своих детей и даже советы по воспитанию. Сегодня же она отправляется в тюрьму на 30 лет за жестокое обращение с детьми. За день до ее ареста на номер 911 поступил следующий звонок. На пороге моего дома только что появился 12-летний мальчик. Он просит о помощи. Сказал, что пришел из соседского дома. Мы знаем, что у них там были проблемы. Мальчик истощен. Его лодыжки перемотаны скотчем. Говорит, что голоден и хочет пить. Речь об одном из сыновей Франке. Он сбежал из дома, чтобы попросить помощи. Мальчика тут же доставили в больницу. Там врачи обнаружили на теле ребенка глубокие раны. Взрослые связывали его тугими веревками. А все порезы обрабатывали каенским перцем и медом. После сообщения о побеге полиция обыскала дом Франке. В нем обнаружили еще одну жертву. Десятилетняя девочка была обессилена от голода, как и ее сбежавший брат. Как выяснилось, все это домашнее насилие чинила мама-блогер. Двойная жизнь Руби Франке. Именно так можно описать эту историю. Женщина много лет подряд подвергала детей пыткам, истязала их голодом и моральным насилием. Она призналась, что заставляла прыгать в кактус и бегать босиком по дороге до тех пор, пока ступни не покроются волдырями. На заседании прокурор сравнил дом 42-летней Франке с концентрационным лагерем. История эта, к слову, произошла в американском штате Юта. Его население традиционно считается весьма консервативным в общественных взглядах. В интернете даже родилось целое понятие, описывающее образ жизни женщины этого штата. Юта-мама – это блогер, которая всегда при макияже ведет здоровый образ жизни и активно занимается развитием своих детей. Начинаю свой день в идеально чистом доме. Ой, курьер уже приехал. Мои брюки приехали. Мужу не позволено проверять мою кредитку. Ой, даже не знала, что камера меня снимает. Это все мои наряды. Только что сделала тренировку. Теперь могу получить свою дозу кофеина. Образ идеальной мамы и жены старалась поддерживать и Руби Франке. Свои преступления она совершала не одна. Ее подельником стала психотерапевт Джоди Хильдебрандт. Я говорила об этом Руби много раз. Злость – это вообще-то моя самая любимая эмоция. А вот и сама Хильдебрандт. Франке обратилась к ней сперва как к специалисту. Позже женщины подружились и даже запустили совместный проект под названием «Мама истины». Там они рассказывали, что забота о детях – это чуть ли не единственная работа женщины. Меня заставили поверить, что этот мир – злое место, наполненное полицейскими, которые всех контролируют, и больницами, которые причиняют вред, а также государственными учреждениями, которые промывают мозги, и церковными лидерами, которые лгут, что есть еще похоть, мужья, которые отказываются защищать, и дети, над которыми нужно издеваться. Свой ютуб-канал Руби Франке начинала вместе с мужем Кевином. Сейчас мужчина подал на развод. Его адвокат добивается, чтобы все шестеро детей остались с отцом. На суде Руби извинилась перед бывшим мужем, назвав его любовью всей жизни. Родственники подсудимой утверждают, что не знали о жестоких поступках Руби и психотерапевта. Накануне приговора они заявили, что Франке попала под влияние Хильдебрандт и действовала по ее указаниям. Мы все это видели. Нам казалось странным то, чему Джоди учит Руби. И мы были практически близки к тому, чтобы сказать моей сестре, если ты еще раз придешь на какое-то мероприятие нашей семьи, мы не хотим слышать, чему ты там научилась, потому что нам это не нравится. Тем временем подписчики канала Франке не раз обращали внимание на абьюзивное поведение женщины. В нашем доме заведено так. Если мы лишаем чего-то, то это потому, что хозяин вещи не сумел хорошо следить за ней. И мы не отдаем эту вещь сразу после того, как человек стал себя прилично вести. Ты должен быть постоянен в своем хорошем поведении. Да, постоянен. Минимум, минимум шесть месяцев. Меня лишили моей спальни на семь месяцев и вернули обратно лишь несколько недель назад. До этого я спал на маленьком мягком кресле. В ответ на критику в сети Франке говорила, что сама лучше знает, как обращаться с детьми. И Хильда Брандт и Франке получили по четыре тюремных срока. Каждый от одного до 15 лет. В общей сумме заключение должно было составить 60 лет. Однако закон штата Юта ограничивает максимальную сумму последовательных сроков 30 годами. Именно столько обе женщины и проведут в тюрьме. Они раскаялись в содеянном. Теперь у них есть 30 дней на обжалование приговора. Дарья Петрачкова, Антон Сухоруков, RTVI. Бьонсе стала первой в истории чернокожей артисткой, возглавившей кантри-чарт Билборд. Первая строчка хит-парада она заняла с новым треком Texas Hold Them. Еще одна песня из предстоящего альбома певицы, Sixteen Carriages, заняла девятое место. Оба сингла вышли 11 февраля, и в основном чарте Билборд «Горячая сотня» треки попали на вторую и 38 строчку соответственно. Кроме того, на этой неделе Бьонсе стала первой женщиной, одновременно возглавившей чарты в жанрах кантри и хип-хоп. Ранее это удавалось только Моргану Уоллену, Джастину Биберу, отцу Майли Сайрус, Билли Раю Сайрусу и Раю Чарльзу. Целиком новый альбом Act Two Бьонсе представит фанатам уже 29 марта. Лонгплей, вдохновленный музыкой кантри, станет восьмым в карьере артистки, а также официальным сиквелом к предыдущему альбому Renaissance с подзаголовком Act One. Сборник увидел свет в июле 2022 года. За работу над ним Бьонсе получила четыре премии Грэмми, а одноименный международный тур стал самым кассовым женским турне в истории. Всего же, по задумке певицы, актов в Ренессансе должно быть три. Это был Большой Ньюсток. Подписывайтесь на YouTube-канал РТВ и Новости. Там еще много интересного. Итоги этого дня подвела я, Лиза Паршина. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова